Установка датчика давления. Часть вторая. Электрическое подключение 4,20 миллиампер. Для совместимости различного измерительного оборудования при передаче информации широко используются унифицированные электрические сигналы. В промышленности наиболее часто используют двухпроводный токовый сигнал 4,20 миллиампер. Порядок монтажа кабеля в разъеме DIN 43-650. Монтаж начинается с зачистки проводов электрического кабеля. Зачищенная область многожильного медного провода облуживается припоем. Монтаж разъема DIN 43-650. Разъем разбирается на составные части. Кабель продевается в гайку и резиновую уплотняющую втулку. Провода продеваются через корпус и вставляются в соответствующие клеммы колодки. Правила расположения сигнального кабеля. При прокладке питающих и сигнальных линий следует исключить возможность попадания конденсата на кабельный ввод датчика. Рекомендуется применение экранирующего кабеля с изолирующей оболочкой вблизи мест прокладки линий связи мощных электроустановок. Правила при монтаже электрических соединений. При монтаже электрических соединений следует соблюдать следующие общие правила. Внешний диаметр применяемого кабеля должен соответствовать типу кабельного ввода. При протяжке кабеля через кабельный ввод не следует снимать с него защитную оболочку. Должны применяться только оригинальные уплотняющие прокладки для кабельных вводов, чистые и без повреждений. Кабель не должен иметь повреждений оболочки. Защитные колпачки кабельных вводов должны быть плотно затянуты. Не рекомендуется устанавливать корпус датчика давления кабельным вводом вверх. Благодарим за внимание!